хорошо ребятки с вами лекс продолжаем играть за final station и в данный момент мы находимся в городе который еще не был поражен той эпидемии мы еще закрыты если наша комната поднимись наверх давайте поднимемся мне не нужна комната по сути да сегодня я попал на встречу с стариком он уже явно не в себе но то что он не рассказал о первом контакте слишком важно мне срочно нужно попасть в то ущелье вы помните то же самое было написано про старика и про ущелье это же чувак хочет туда попасть видимо он едет краски тому ущелью поезд на запад поедет только через неделю поэтому утром я выдвинусь на север так будет быстрее вот так видите какие-то комнаты непонятные вот еще одна комната во здравствуй куда уезжать зачем увидите ничего не понимает что ему говорю я принципе сам не понимаю что ему говорю что у нас тут сигарета и ложка понятно здесь больше делать нечего давайте поговорим с ней так у нас две комнаты свободы на справа но ее нужно еще убрать там жил какой-то псих и 1 пристройка на улице но там труба протекает можете осмотреться вот здесь жил псих мне принципе комнат никаких не нужно и этот псих как раз таки и есть тут чувак которого которого сообщение мы уже находим на протяжении всей игры что у нас тут у нас есть какой-то дом там люк кстати еще один посетитель на вы тоже к моему деду он у себя только пожалуйста недолго и не спрашивайте про переселенцев его семье сильно досталось те годы вот так вот видите скорее всего это и есть тот дед помните о котором мы уже сто раз здесь читали да я застал его первое посещение меня часто просит рассказать об этом но я заметил мало кто слушает по-настоящему думаю спустя столько лет правдивая версия уже никому не нужна давай рассказывай все началось с капсул они падали с неба видели вот эти капсулы они как раз таки тоже падают сейчас небо они везде ну и в этом городе их еще нету одна из них упала в квартале от нашего дома газ из этих капсул делают что-то с людьми хорошо что ты это уже знаешь но есть одна деталь которую часто упускают не на всех газ действовал одинаково прости я не могу долго говорить ну засранец рассказывал бы все ну что ж ты такой плохой дед мемуары воспоминания посещений ко всем кто перебирался зоны посещения тут относились ужасно в первую же ночь местные ворвались в нашу палатку и на напали на нас моего отца тогда забили до смерти а мать утащили куда-то и больше я ее не видел оказалось никто из местных не воспринимал всю эту историю всерьез они думали мы простые мигранты прибывшие в поисках лучшей жизни но через месяц власти пришел в аэрмонт white здесь есть люк пока что его откроем здесь есть телефон давайте позвоним не давайте потом позвоним давайте спустимся в люк посмотрим что здесь есть коробки пустые это винный погреб видимо бомжи какие-то бомжи ты не мог бы закрыть дверь пока нас не увидели да пошел ты ведь и бомжи тут сидят бухают спокойно пока их никто не видит так эту фигню мы открыть не можем хорошо вас спускаемся нам нужно позвонить как я помню а у нас есть так понимаю два варианта либо позвонить и валить возможно возможно либо поехать дальше сейчас узнаем сейчас узнаем вот что будет если я щас позвоню мне кажется я не дозвонюсь в очень проблем занято я так и знал скорее всего дом родной дом этого парня машиниста уже давным-давно уничтожен вот эти минуту мутантами вот этими зомби зомби инфицированными не знаю как по-другому назвать новые слышали как они превращаются из-за чего из-за того что вот эти капсул падают и это тут дым вот эти вот все испарения и прочее из этого из этих капсул они превращают людей в монстров все едем на машине уже к дому этого чувака так здесь вот что нибудь здесь есть лифт добрый день вы записаны сейчас посмотрю так да мистер тортон вас ожидают проходите спасибо ой этот энергоблок питает не только завод но и весь город нужно очень внимательно следить за его состоянием если одна из сторон перегреется может произойти необратимое так вот огромный кабинет мистера торнелла я знаю не переживай частицы ли электрома и шахт не пропускают радиоволны поэтому люди тут не в курсе происходящего этот туман ограждает их от внешнего мира к тому же они пока избегают этих мест но это уже тебя не касается предупредили если так хочешь но они вряд ли тебе поверят лучше перейдем к делу времени в обрез по договору с советом случае второго посещения я обязана дать энергоядро завода чтобы зарядить им стражи совет должен был предоставить транспорт но я думаю ты уже понял что твой поезд это единственный единственное что еще на ходу я отдал приказ прикрепить энергоблок твоему поезду так что лучше поторопись через блокираторы конечно не перепрыгнуть но это уже твоя задача скоро увидимся эй все что ну это неинтересно мог кстати на лифте покататься так понимаю может быть и нет может быть не мог здесь пока ничего не происходит ребят я думал сейчас будет падать вот эти вот фигни и все превратятся зомбаков именно в этом городе но нет пока что ничего такого нет и на принципе какой-то степени даже хорошо с этим чуваком я поговорить не могу также до сих пор но мне кажется рано или поздно мы сюда вернемся вернемся и здесь будет что-то что-то очень жуткое этот чувак который был наверху сидит теперь здесь груз уже прицепили хорошего дня 6587 так проверим что у нас тут 658 да все привы прикрепили вот этот груз опять опять мы прикрепили круто ерунду но я принципе готов но этот груз уже никто не охраняет в отличие от прошлого как вы помните а прошлое просто взяли и исчезли мои сопроводители так и теперь мы с одним чуваком мы с бомжом видимо да а куда ты сказал мы едем метрополь всегда хотел туда попасть какая-то новая фигня а я должен понизить все понял понял как это делается прикольно прикольно вот это чтобы ни одна сторона из этой фигни не перегревалась понял посмотреть на стражу например он хочет в метрополе говорят когда его двигатель запустится так и не понял что это за страж что он себя представляет это услышит весь мир надеюсь в этом не будет нужды но если это услышит весь мир тот мы явно себя глохнем хорошо так что у меня тут я могу чем скрафтить интересное аптечку нет не могу это не могу этого тоже не могу хорошо 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 а вот ты хочешь узнать почему я пью да уж конечно очень хочешь да конечно очень хочу и поэтому я пойду поговорю со своими другими операторами тим пожалуйста хоть какие-нибудь новости север прости друг я застрял метрополе они никого не выпускают всю совет все еще молчит они делают вид будто это просто перебои со связью я уверен они уже убежали из города вот такие дела это опять фигня происходит вот все вот все хорошо нас переселенцев с детства ведь притесняют он хочет есть кстати но я сейчас его кормить не буду покормим его вот уже когда будем поехать в следующий город здесь пока все отлично я так понимаю как и прошлом городе ну хотя можно сейчас посмотреть если мы еще на будем с пистолетом до заболевком точнее то значит тут не все отлично значит тут что-то происходит вот кстати лазерный прицел прикольно выглядит здесь опять какая-то дичь происходит патроны хорошо так вот красный срочно спуститесь спути спуститься в убежище нужно я не знаю что это такое за предупреждение но все спустились вон туда вниз видимо здесь краски произошла та же самая фигня что и везде давайте спустимся сначала убежище а потом туда пойдем мне кажется на это как бы и не рассчитывали а вот ну что они все там но я не могу туда спуститься потому что все везде перекрыто все везде закрыто майк проблема со школьным поваром пока не решена нам нужен еще месяц на его вербовку если этого времени нет будет проще его ликвидировать вот так вот поступают со школьными поварами ой привет дружище отлично я уже думал мне атакуют на самом деле наносит нанесет мне немножко урона но нет повезло здесь еще два друга моих эй охренели так это у нас что такое почему он так висит непонятно кого там какие-то токсины вместо того что там была какая-то обычная вода хорошо меня 25 патронов между прочим очень много для пистолетом еще есть патрон для дробовика принципе у меня все есть для того чтобы выжить и я еще апгрейд ну если вы помните прошлой серии вроде бы свой пистолетик а именно поставил на него лазерный прицел так еще какая-то записочка в общем это написано цена то есть ценник ценник чек так это что у нас такое пластинка что ли да это видимо пластинки видите там внизу у нас тоже изображены пластинки на стене здесь еще одна записка мэрии работа продавцом пластинок это не все чем я занимаюсь это сложно объяснить я не могу пока тебе рассказать все понятно в общем он чем-то еще занимался таким подпольным офигеть я застрял в коробке в не ну что это за дерьмо вот теперь я проиграю из-за этого да нормально вообще я-то думал можно еще назад отойти оказывается нифига нельзя куда мне идти а я здесь могу пройти оказывается просто похоже на стенку если честно ладно проходим не обращаем на это внимание все уничтожено абсолютно все увидите да просто машина в дребезги пол дома нету жесть закрыто есть стул дерьмо взял на е нажал еще до того как я подошел двери так читаем дэнис дэнис морган более известный как кузнец родился у инстоне после гибели его родителей был помещен в местный интернат откуда сбежал и находился в розыске до исполнения 26 лет за это время он жил в разных городах под фальшивыми именами сейчас дэнис известен как главный инженер стражи вот так вот вот так вот так здесь все нормально здесь ничего больше взять нельзя смотрите кровавый след здесь все в крови просто просто все в крови фух никого здесь не оказалось так ладно дальше идем здесь точно кто-то будет нет у нас нету пока ключа так питер послушай я думаю ты зря так переживаешь я не верю что весь город может быть замешан в каком-то заговоре и подумай сам ну кому может мешать обычный школьный повар я том же очень странно то что школьный повар все ненавидят школьного повара так это у нас что ключ отдать ключ от кухни перед отъездом там колодец кстати знаете на что похож смотрели фильм звонок вот думаю как раз таки такой колодец там в этом фильме был ключ нам дали скорее всего от этой двери это и есть кухня скорее всего школьный повар вот это и является школа видите парты я просто не понял сначала доска и прочее и вот как раз таки кухня и у нас здесь есть люк здесь все равно закрыто у нас хорошо так это какой-то лифт видимо грузовой для того чтобы поднимать еду я не знаю правда действительно ли это так так это у нас что я продолжу завтра рыть тоннель до его дома осталось недалеко охренеть думаю ко вторнику мы уже установим прослушку они хотели в общем прорыть тоннель осталось недалеко видите какой маленький тоннель а там до дома еще не знаю метров сто охренеть хрен еще и убьешь этих засранцев все патроны уже на них просрал так написано закрыто здесь прямо видите да действительно какой-то заговор был возможно капсулы как раз таки отсюда и идут но это лишь предположение ребят статус убежища закрыто или это убежище какое-то действительно но какое-то оно очень странное мирное население 0 человек военный состав 0 человек неопознанные объекты 1214 то есть в убежище в данный момент неопознанных объектов это именно вот этих вот чуваков зомбаков 1214 человек попал мне даже видите лазерный прицел не помогает попасть в голову этому странному зомбаку или как вы можете назвать этих странных существ напишите мне в комментарии потому что это явно не зомби возможно какие-то зараженные в общем это не зомби дверь за дверью идет смотрите да давайте я подниму сюда что-то немножко страшно немножко стало опять какой-то лифт ага видите здесь вот этот чувак он говорил что он связан с чем-то продает пластинок то что он говорил я не только занимаюсь продажей пластинок а вот как раз таки еще какая-то фигня офигеть комнату открываю там еще одна комната открываю еще одна комната открываю это немножко жутковато последняя бомба бомба для чего вот что меня интересует я ее должен уничтожить на манда я выслал джонса на базу перед а под метрополем надеюсь что за слово такое надеюсь наверное надеюсь надеюсь ему хоть там мозгов вобьют такого тут еще никто себе не позволял во вижу вкусняшку привет друзья патронов не хватило отлично пять патронов всего осталось какая-то вообще база непонятная ракета готова к запуску ожидайте приказа в общем какая-то тайная организация которая хотела уничтожить все или возможно возможно это и есть вот эти капсулы последняя бомба заметьте написано последняя бомба черт возьми валим отсюда а я мог просто их всех взорвать ну ладно кто мог об этом знать я просто думал может бомба взорвется когда я так сделаю спускаемся хорошо что они не умеют лазить по лестнице о дружище ты чего тут сидишь то не стреляй в метрополь слава богу еще одного чувака мы в метрополь отправим вместе с собой в общем какая-то жизнь здесь происходит вообще полнейшая понедельник расшифровка записи вторник расшифровка записи то есть здесь расшифровали записи здесь просто пустое пустое сообщение вторник ты уверен что сейчас самое время для этого да когда еще я бы хотел еще немного подождать слушай мы уже ждали это тридцатый автобус да давай быстрее так трубчанский ключ вокзала так восемь четыре пять восемь и все что ли да очень странно здесь все происходит очень интересно очень жутко как я уже говорил теперь у нас еще один пассажир здесь появился я думал мы больше найдем потому что здесь школа повара какие-то я думал все в убежище будут там только один человек остался и толком он ничего не объяснил откуда он взялся и прочее ах очередной день выживания в поезде так надо пацана этого покормить а то он немножко обидится наверное на то что он голодный в моем поезде находится эм здравствуйте здравствуйте ты тоже с нами так точно то есть да ооо ты военный что ли из военных а эм нет он обманывает нас по-любому так точно так точно военные говорят в армии я просто гражданский в смысле я обычный житель видите даже да это военный стопудово не люблю я таких подозрительных ничего не могу вам ответить у меня приказ сказал не военный точнее я ничего не обязан вам тебе говорить все с тобой понятно дружище зеленый еще ну кстати голодный почти а вы у меня только пол бутылки осталось извиняй погоди зачем убежище но ведь второе посещение видите ему сказал что ничего не будет говорить ты из этих что ли фанатиков не люблю я таких и подозрительных не любят они уже рассылают капсулы вы же знаете что капсулы с пивом нет парень вообще не серьезный да брось я шучу помню помню тоже начинался когда-то бредовых начитался бредовых книг все верно и все что ли так надо покормить этого засранца у меня у меня еды уже мало осталось нет пошел в жопу я не буду тебя кормить у нас у нас тут конец остановка последняя the final station билаз хорошо мы приехали ребят мы приехали и опять мы со стволом значит здесь будет еще одни приключения так ребята мы приехали в какую-то деревню я не знаю наверное на этом стоит закончить и в следующей серии мы уже с вами просто уничтожим всех-всех-всех всех противников всех зомби всех зараженных всех существ которых мы здесь найдем и тем более еще раскроем небольшие тайны которые здесь вообще у нас происходят все таки мы узнали что хотят уничтожить город каким-то образом не город а мир или страну я не знаю потому что начали рассылать капсулы с этим ядовитым веществом и начинается эвакуация в метрополе или где я там так и не понял где-то у нас есть определенный город где будет убежище куда в принципе многие и едут едет тот самый псих которого мы явно встретим когда-нибудь каких-нибудь какой-нибудь серии очень так что обязательно если вы ждете если вы хотите узнать что вообще происходит обязательно поставьте лайк комментариях положительный комментарий возможно у вас есть какие-то доводы по всей этой игре мне тоже интересно почитать но не спойлерить я вам вас прошу так что ребят не забываем подписаться на паблик контакте ссылочка есть в описании не забываем подписаться на мой канал ставить лайки писать комментариях не забываем про это все и все будет потрясающе с вами был лекс всем добра